Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Потасовку у парламента. Ранены полтора десятка правоохранителей. За что пострадали? Всё ещё мэр. Суд отказался отстранить Геннадия Труханова от должности. Почему? Дожали. В Вашингтоне считают, что Северная Корея готова пойти на сделку. На каких условиях? Камни, петарты и взрыв пакет. Возле Верховной Рады сегодня планировалось сразу несколько акций протеста, но к митингующим неожиданно примкнула группа радикалов, которые попытались поджечь шины возле нацгвардейцев, что спровоцировало столкновение с правоохранителями. В ответ на попытки полиции усмирить провокаторов полетели булыжники, чуть не дошло до коктейлей Молотова. Пострадали в результате 14 силовиков. Со стороны радикалов задержаны 9 человек, их личности сейчас устанавливают. Кто стянул людей к парламенту, неизвестно. Михаил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке заявил, что участники руху новых ссыл к потасовкам никакого отношения не имеют. А парламентарии в очередной раз призвали убрать палаточный городок после Верховной Рады. Вибачьте, пожалуйста, кидать камень в нацгвардейцев, которые вчера вернулись с другой линии фронта, это просто злочин. В этой зале сидят депутаты, которые устанавливали наметы. В этой зале сидят лидеры фракции, которые поддерживали тот безлад. Давайте сейчас выйдем в это наметовое место, где стоят наметы, до которых даже с них не протоптаны. И попросим их звернуть. В сессионном зале шума было намного меньше, и реакция на происходящее у стен парламента была, пожалуй, самым ярким эмоциональным моментом. А вот над чем сегодня работали депутаты, давайте посмотрим. Пока под стенами парламента бросают камни в кулуарах, гадают на дальнейшую судьбу Верховной Рады, обсуждают готовность и возможность досрочных выборов парламента. Я вас запевняю, что блок Петра Порошенко «Солидарность» готовит к позачерговым выборам. В разе, если они отбудутся, мы полностью возьмем их участие. Мы вчера обговорили данное вопрос, данные чутки, которые обширюются засобами массовой информации, но не придлили к этому много внимания, потому что у нас есть четкая публичная позиция, что в нашей стране должны пройти строковые президентские и строковые выборы до Верховной Ради Украины. Мы готовы были идти на достроковые выборы. Кроме того, мы считаем, что в условиях экономической и политической кризи достроковые выборы – это выход из того, чтобы не допустить радикальных сценарий в стране. Но перед тем нужно изменить закон о выборы, сделать выборы по открытих списках, чтобы не было этих ганебных речей по скупке голосов на мажоритарцию, которые были, свидетелями, которые мы были. И мы это поддерживаем. Мы за то, чтобы были позиции выборов, наиболее, потому что эта влада не используется доверой людей. Изменения в избирательное законодательство в первом чтении нардебы приняли еще в прошлом году. До сих пор документ не готов для голосования в целом. И пока он пылится в комитетах, в Раде заняты привычным делом – поиском голосов для повестки дня сессии. Ее не смогли утвердить две недели назад, не сумели и сегодня. Прохание до пана Головуючего. Все законопроекты, которые зарегистрированы станом на вчера, должны быть в порядке данного. Тогда наша фракция будет голосовать за такой порядок данный. В итоге решать, какие законопроекты выносить на голосование, нардебам предстоит каждый пленарный вторник. Благо, для перечной документов к обсуждению на эту неделю голоса все же нашлись. Хватило их и на внесение в повестку дня законопроекта об антикоррупционном суде. Я надеюсь, что в четверг мы выйдем на голосование в первом читании, результативно. После этого два недели на внесение правок народными депутатами, обработка этих правок и подготовка к принятию в целом. На самом деле нам бы нужно всего лишь пять пунктов правок, и это было бы очень быстро. Но я прогнозирую, что будут тысячи правок, именно с метою затягнуть процесс. Этот законопроект можно поддерживать в первом читании, лишь если на этапе первого читания будут переглянуты, чтобы были изменены положения, в частности, 8 и 9. 8 – это порядок формирования судов, а 9 – это порядок международной громадской рады. Но главные парламентские дискуссии сегодня не столько о законодательстве, сколько о министерствах. Депутатские фракции по очереди стали раздавать рекомендации к обмину, кто новое ведомство создать, кто министра уволит, кто и отчетов потребовал. Сразу несколько фракций настаивают на увольнении ИО-министра здравоохранения. Но в коалиции парируют, лишить ее должности не так-то просто. Результаты деятельности за загальный вектор, выполняющие обязательства главы МОЗ Супрун, видно уже сейчас. В страну повердаются эпидемии, про которые не было чутно десятки лет. Катастрофичная нестача вакцин. В лекарнях не хватает лекарей, медикаментов, материально-техническое обеспечение на нулі. Поэтому мы требуем отставки Супрун. Не уволить, так создать новое ведомство, настаивали в коалиции Министерства ветеранов. Вже сьогодні необходимо ухвалити постанову щодо створення Министерства України у справах ветеранів. Наразі відповідальність за соціальний захист на підтримку українських військових та ветеранів розпорушена між різними державними органами. Дуже важливо, щоб таке Министерство, яке сьогодні пропонує створитися, справді несло сенс. Що заважало відсутність Министерства, наприклад, подати до Верховной Ради закон України про військових пенсионерів. В итоге постановление приняли нардепы, просто обращаются к Кабмину с требованием создать на базі Государственной служби по делам ветеранам войны и участника ВАТО Министерства ветеранов. И через месяц Кабмин должен отчитаться, как постановление выполняется. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. В четверг, 1 марта, в парламенте ждут Валерию Гонтареву. Глава Национального банка должна отчитаться перед депутатами о своей работе. И в НБУ сегодня подтвердили, что она готова к этому общению. Нардепы из фракции БПП встречались вчера поздно вечером. Какие вопросы были на повестке дня неизвестны. Официальных заявлений нет. Зато в администрации президента сообщили, что Петр Порошенко завтра проведет пресс-конференцию в музейном комплексе Мастетский Арсенал. Тема «Вызовы-2018». Пенсионеры снова митингуют в нескольких областных центрах и в столице сегодня прошли акции протеста. Бывшие сотрудники МВД и Министерство обороны в очередной раз требовали перерасчета пенсий. Все подробности в материале. Киев, мороз, минус 13. У здания парламента несколько сотен митингующих. Два Владимира приехали из Чернигово. Вместе прошли Афганистан. Но это не учитывается в будущем перерасчете. А нам, смотрите, говорят, выбирать одну пенсию. Или Чернобиль, или Афганский. Выходит, два года и в Афганистане было ни за что. Людей возмущают планы правительства поднять пенсию в течение трех лет в среднем на полторы тысячи гривен. Сегодня парламент обратился к Абмину с требованием создать специальное министерство по делам ветеранов. Первым, кто поставил ультиматум с требованием создания такого министерства, была наша команда и военные пенсионеры. Другим, нам бы очень хотелось, чтобы министерство ветеранов осуществляло ветеран, а не другая людина, которая близка к нынешней власти, которая будет деребанить эти миллиардные деньги, которые будут выделяться на потребу защиту социальных интересов, социальных прав висковослужбовцам, пенсионерам, ветеранам. Под эгидой социалистов митинговали и в Харькове. Бывшие сотрудники МВД считают, что пенсии не должны быть менее пяти тысяч гривен. Свои требования к правительству и парламенту передали через обладминистрацию. Полторы тысячи, озвученная сумма полторы тысячи, это средняя сумма пенсии. Это, как в анекдоте, средняя температура по палате. Впрочем, не только профсоюзы или СПУ поднимались сегодня вопрос перерасчета пенсии ветеранам-силовикам. В Верховной Раде представители АПО-блока, БЮД и почти 60 общественных организаций подписали меморандум о сотрудничестве. Кинцевая мета нашей współпрости с военно-пенсионерами в том, чтобы люди получили пенсию, которая им положена по закону. Потому что сегодня уряд, взлякавшись массовых выступов, взлякавшись публичных акций, пошел на некоторые поступки, но мы считаем, что все нужно делать в государстве по закону. Есть закон о пенсионном безопасности военнослужащих, есть нормативные документы, постановки обмена. И уряд должен выполнить свои нормативные документы. Наши требования однозначны. Это пересмотреть пенсионную реформу, это пересчитать согласно инфляции, изменить социальные стандарты в бюджете. Мы зарегистрировали такие законопроекты, поднять минимальную пенсию, минимальную заработную плату, прожиточный минимум. Бывшие силовики настроены решительно. Сегодня они временно перекрыли движение на главной улице столицы Крещатики. Говорят, это предупреждение властям. Павлина Василенко, Василий Миновщуков, подробности, телеканал Интер. Геннадий Труханов остается в кресле одесского градоначальника. Так решил Соломинский райсуд Киева. Тот самый суд, который вчера арестовал имущество чиновника. Отстранить Труханова от должности мэра просила антикоррупционная прокуратура. Почему не вышло, знает Юлия Жешко. Заседание по делу городского головы Одессы прошло в Соломинском райсуде. Оно началось в 2 часа дня и длилось более 3 часов. Около сотни патрульных блокировали здание суда. Еще минимум по 5 человек на каждом этаже. Внутри журналисты и несколько десятков депутатов Одесского горсовета. Говорят, приехали отстаивать своего мэра. В начале слушания прокуроры САП настаивали. Труханов виновен в растрате бюджетных денег. По словам обвинения, одесский голова незаконно потратил 155 миллионов гривен. За деньги города он приобрел здание бывшего завода Краян. При том, что реальная стоимость постройки меньше 10 миллионов гривен. И это, по словам прокурора, не единственная коррупционная схема, в которой замешан Труханов. И ни одна из них не сработала бы без участия мэра. А вот сам Труханов, как и его защита, все обвинения в свой адрес опровергает. Более того, обвиняет НАБУ и САП. Если бы мне сообщили, что в 3 часа мне необходимо быть, я бы был по детективу и мне бы провели следственные действия. Ни о какой речи вообще не шло, о каком-то... о том, что раскрываться или не приходить не было. По первому вызову я готов был приехать. Так вот, с 5 февраля я ждал, что мне мог. Но я не могу постоянно ждать. После аргументов обоих сторон к делу приобщили показания очередного свидетеля. И вынесли решение. Труханова от должности не отстранять. Согласно, что судовым решением, судового такого решения, на правильный жаль, мы не в захвате. Мы считаем, что у нас были достатные обрунтованные поставки утверждать, что такие захваты за обеспечением криминального проведения, как и сторонник посадки, необходимы нам в этом криминальном проведении, чтобы обеспечить его нормальный подальший перебег. После решения суда Геннадий Труханов собирается отправиться в Одессу. А вот прокуроры уже готовят апелляцию. Юлия Жешко, Андрей Ярковой и Алина Авдиенко. Подробности телеканал Интер. С 15 чиновников времен Януковича уже в ближайшие дни могут снять санкции. Нет доказательств. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Габко. По ее словам, украинские правоохранители должны направить в ЕС новые доказательства вины экс-чиновников. В частности, бывшего генпрокурора Виктора Пшенки и первого вице-премьера Сергея Арбузова. И если этого не случится, санкции могут не продлить. Напомню, срок их действия истекает уже 6 марта. Отставки судьи хозяйственного суда Киева Виктории Сиваковой требуют активисты. Они утверждают, что Сивакова неоднократно фигурировала в коррупционных скандалах. А в 2014 году ее семью якобы обвинили в рейдерском захвате предприятия. Все подробности далее. Судья Виктория Сивакова должна уйти с должности. Такое требование выдвинули активисты общественной организации «Национальное сопротивление». По их информации, именно из-за судебного решения Сиваковой рейдеры практически смогли захватить предприятие по переработке сои в Херсонской области «Каховка Протеин Агра». Напомню, блокирование предприятия неизвестными продолжалось около недели и закончилось нападением на фактическую охрану завода. В реанимацию попали 4 человека. Один с огнестрельным ранением. Сейчас, по информации руководителей комплекса, предприятие работает в нормальном режиме. Активисты заявили, не исключают заинтересованность судьи в принятии незаконных решений, так как доходы ее семьи не соответствуют задекларированному имуществу. Более того, шлейф скандалов за Сиваковой тянется еще с 2004 года, когда она была еще под фамилией Хилинская. Тогда она участвовала в споре между компаниями «Укрзернопром» и «Днепромлын», который по факту оказался рейдерским захватом. Судью обвинили в сговоре с представителями «Укрзернопром» и ходатайствовали об ее отводе. Также, по сведениям журналистов, Сивакова во времена президентства Януковича по просьбе Минэкономразвития запрещала торги на украинской аграрной бирже. А в 2014 году семью судьи антикоррупционера обвинили в рейдерском захвате предприятия компании «Научно-производственное предприятие «Свет». По имеющейся у журналистов информации, муж Сиваковой непонятным образом завладел 36% акций предприятия и по решению суда стал его владельцем. Такой вердикт вынес судья хозяйственного суда Киева Сергей Балац, который по совместительству является кумом Сиваковой. Активисты национального сопротивления заявили, намерены обратиться в НАПК и НАБУ с требованием проверить доходы и имущество Сиваковой. А также собираются добиться отставки судьи и следить за каждым служителем Фемиды, который связан с коррупцией. В свою очередь мы также продолжим следить за этой ситуацией. Елене Зайцевой и Геннадию Дронову зачитали обвинительный акт. Это водители, которых обвиняют в ДТП в Харькове, которое произошло в октябре минувшего года. Тогда, напомню, погибли 6 человек. Сегодня в суде заслушали иски пострадавших, но в начале заседания адвокат Дронова попросил выпустить подзащитного из клетки. Суд отказал. Ходатайство об отводе судей тоже не было удовлетворено. Елена Зайцева, как и ранее, признала себя виновной. Геннадий Дронов нет. Следующее заседание назначено на 1 марта. Пять обстрелов с начала суток. Боевики сегодня ввели огонь по позициям сил АТО в районе Троицкого и Новоалександровки. Не утихала стрельба и на западных окраинах Донецка. Все подробности расскажет мой коллега Игорь Левенок. Прифронтовая Марьинка. До вражеских укреплений считанные метры. Время от времени с той стороны раздаются выстрелы. Армейцы говорят, ночь прошла неспокойно. Противник хотя и не бил из минометов, но стрелковое оружие и гранатометы не смолкали до утра. Сегодня с утра был обстрел крайних позиций. Некоторые пули пришли сюда на дорогу. Ну, тоже, слава Богу, все обошлось. Да, мы вообще не стреляем. Мы только в ответ, можем и то, не всегда, когда уже что-то серьезное. А так, нет. Ну, минские договоренности. После тревожной ночи бойцы следят за противником. Пока царит относительное затишье, возятся на кухне. Здесь установили телевизор, вот только в эфире украинских каналов нет. Российские и сепаратистские, как всегда, распространяют фейки. Одними из таких армейцы просто потрясены. Якобы украинские военные на днях расстреляли УАЗик с санитаром. Бойцы говорят, на самом деле уничтожили вражескую БМП, с которой не развили огонь по нашим позициям. БМП. Ну, бронетанковая техника была, получается. Никакой не у вас? Нет, нет, нет. На странице Вооруженных сил Украины в Фейсбуке военные разместили фото уничтоженного броневика. А еще солдаты показывают нам последствия обстрелов противника. Когда-то здесь был один из лучших в стране оздоровительных комплексов. Санаторий для ветеранов войны и детей. Теперь он превратился в сплошные руины. Игорь Левенок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Самое главное требование. В Белом доме сообщили, на каких условиях согласятся сесть за стол переговоров с Ким Чен Ином. Чего же хотят в Вашингтоне, выяснил Дмитрий Анопченко. В высоких вашингтонских кабинетах, словно не верив в свою удачу, шепотом говорят «да давили». Дескать, под грузом санкций в КНДР дрогнули и готовы обсуждать условия сделки. Она может быть и не публичной. Киму ведь нужно лицо перед своей страной сохранить, но способна принести результаты в ситуации, которая, казалось, уже в тупик зашла. Пхеньян признает, готов на переговоры. В Вашингтоне их тоже вроде бы хотят, но при этом намерены говорить с позиции силы. Всех, конечно же, интересовало, что в этой ситуации скажет лично Дональд Трамп, президент Америки. Ведь человек прямой, у него что на уме, то и на языке, или, по крайней мере, в Твиттере. Дональд Трамп держал паузу, подогревал страсти и только сейчас откровенно пообщался с журналистами. На камере сказал «поживем и видим». Что ж, они хотят поговорить впервые. Им нужны переговоры, а мы поглядим, что дальше. Вот моя позиция, посмотрим, как быть дальше. Но чуть позже признался репортерам. Штаты готовы разговаривать с Кимом, но только на подходящих условиях. Точка. Что же глава государства имел в виду? Что это за таинственные условия? В очередной раз пришлось объяснять его пресс-секретарю. Саре Сандерс пресса давила, как могла. И Сандерс назвала то самое главное, без чего Соединенные Штаты не пойдут на переговоры. По ее словам, ни одну дорожную карту не примут, если в ней не будет сворачивания ядерной программы КНДР. Любые переговоры должны вести к денуклеаризации. Это главный фактор, будут переговоры или нет. В противном случае давление продолжится. Так будут переговоры или все-таки нет? Пресса из президентского пула считает. Белый дом и госдеп играют сейчас в плохого и хорошего полицейского. Ведомство Тилерсона стелит мягко и публично, и неофициально намекая, готовы к диалогу. Администрация, наоборот, показывает мускулы, дескать, не очень-то и хотелось. И это длинная игра, чтобы получить лучшие стартовые позиции, перед тем, как за стол переговоров все-таки сядут. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Уволился со стыда. Глава Минэкономики Греции Дмитрий Пападимитру подал в отставку, а накануне с должности ушла его жена, замминистра труда, ранее Антонополу. Греческие журналисты выяснили, что она незаконно получала субсидии на аренду квартиры в престижном районе Афин. Немного, немало тысячи евро в месяц. При этом годовой доход министерской семьи почти полмиллиона евро. Публикация вызвала громкий скандал. Антонополу заявила, что вернет государству 23 тысячи евро дотации, которые она получила за два года. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Испытание с жаждой. Центр Запорожья вторые сутки без воды. Как выкручиваются жители и сколько им еще ждать. Сожгли со второй попытки. И в Ужгороде снова напали на офис общества венгерской культуры. Кому это выгодно? Стоп, машина. Власти немецких городов получили право запрещать дизельные авто. На чем поедут их владельцы? Владимир Гройсман примет участие в ближайших парламентских выборах. При этом премьер настаивает на том, что избирательную систему нужно менять. Сегодня глава правительства передал землю семи территориальным громадам, подписав соответствующий документ. Он считает, что это поможет бороться с коррупцией в земельных вопросах и ускорит децентрализацию. Мы снижали решение, чтобы без изменений до закона, через решение уряда, передать эту землю в властность. То есть, фактически, мы взяли землю и передали ее в властность громад. Теперь громады будут принимать решение, как ее использовать, как ее управлять. А граждане, жители этих объединенных громад, будут контролировать свою владу. Без вручения государства. Поэтому тут открываются новые возможности. Тем временем, ряд народных депутатов требует от Кабмина уже на завтрашнем заседании заблокировать импорт минеральных удобрений из России. По словам нардепа Сергея Рудыка, Украина теряет миллиарды гривен из-за того, что закупает продукцию у страны-агрессора. Тем самым, фактически, блокируя работу украинских предприятий. Украина регулирует заборону ввезения в Украину до добрых минеральных або химических, азотной группы, калейной и фосфатной группы. Вот, в основном, все. Просто как двери. И мы прекращаем остаточную дискуссию. Можно этично, неэтично торговать с краинным агрессором. Но, видимо, что, еще раз скажу, российские предприниматели при потурании окременных чиновников нашей страны продолжают делать выгляд, что ничего не случилось. Никаких решений о строительстве в Днепре площадки Гиперлуп Кабмин не принимал. Об этом заявил премьер-министр. Но в Министерстве инфраструктуры продолжают фонтанировать масштабными идеями. Кроме как так называемого вакуумного тоннеля успели заявить о строительстве транспортного хаба в Белой Церкви. А пока в сфере перевозок проблем хватает. Подробности в материале. Электронный кабинет перевозчика в виде регистратора для инспекторов и новая система контроля за безопасностью перевозок. На коллегии Госслужбы Украины по безопасности на транспорте обсуждали планы на текущий год. Главная проблема, говорит глава Госслужбы Михаил Нонек, недофинансирование. Мы минулого года были профинансированы на 54%. На жаль, этого года мы профинансированы на 52%. Понятно, что этих денег недостаточно для покрытия всех видатков и всех видений, которые имеет Укртрансбезпека. Но не деньгами едиными. В сфере перевозок проблем достаточно, утверждает президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Леонид Костюченко. По его словам, инфраструктура весьма выборочно подходит к транспортным квотам. У нас есть две проблемы. Это квоты и аннувление рухомого склада. И тут есть, скажем, все в руках Министерства. Потому что переговорные процессы, або збільшение квоти, або по сбалансированию квоти, они залежат чисто по функции Министерства инфраструктуры. Все, с радостью, говорят, 23% збільшился экспорт Украины. Основно через сельхозпродукцию. 21% – это збільшение импорта Украины. И его нужно перевезти. Это товар. Поэтому Министерство, на мой взгляд, сегодня не продуктивно работает по переговорных процессах и по сбалансированию квоти. Бывший министр транспорта Украины Орест Климпуш утверждает, сейчас безопасность на транспорте далека от евростандартов. Поэтому нардепам необходимо доработать законодательную базу. Сегодня мы працюемо, и комитет Закрома Завтра также будет рассматривать питание про важные законы, которые подали народные депутаты, которые направлены главным чином на впроваджение евростандартов. Тем не менее, следить за перевозчиками и большегрузами в этом году будет легче, утверждает Укртрансбезопасности. Контроль на дорогах планируют усилить дополнительными мобильными станциями. За финансированием уже обратились к правительству. Марина Григорян, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер. Забастовка без объявления. В Черкассах частные перевозчики сегодня в полдень неожиданно сняли с городских маршрутов все автобусы. Таким образом, они требовали, чтобы власти согласились поднять стоимость проезда с 4 до 5 гривен. Прямо на остановках автобусы разворачивались и уезжали в автопарк. Такой демарш во время сильных морозов в мэрии уже назвали откровенным шантажом. Сами перевозчики официально объяснили все отсутствием топлива. Правда, после угроз местных властей расторгнуть договоры с перевозчиками, бунтарям автобусы вернулись на маршруты. Украина засыпает снегом. В Одессе метель началась днем. В город запретили въезжать фуром. Закрыты школы, детские сады. Из-за непогоды в аэропорту отменили три рейса и с каждым часом температура в области снижается. К ночи ожидают минус 13. Во Львовской области в ближайшие дни до минус 30. Мороза с начала года с обморожениями и переохлаждениями в больницы попали 57 человек. 24 человека погибли. В Запорожской области в снежном плену оказались десятки машин. Ближе к вечеру движение фур и маршруток ограничили на всех главных трассах региона. Особо его, на что бы я хотел звернуть увагу, уже зараз треба передбачити можливість перед дислокацією техніки з інших регіонів, де не прогнозується ускладнення погодних умов, у ті регіони, де можуть виникнути ускладнення. Це було в Черкасській області на автодорозі Києва-Деза. І вторі сутки без води остаються нескільки тисяч запорожських многоэтажек. Водопровод прорвало ще вчера утром. Воды в кранах нет до сих пор. Почему, выяснял Сергей Бордюжа. Для жителей Александровского района, а это самый центр города, питьевая вода стала настоящим дефицитом. Сначала она пропала в кранах, а чуть позже бутылки с водой исчезли из прилавков магазинов. Вот взяла 4 литра, буду думать, что важнее, или унитаз смывать, извините за подробности, или готовить еду. По дворам воду в цистернах не развозят. Водоканаля, говорят, холодно. На морозі вода замерзає. Совет один – потерпеть. Не умыться – ничего. А как? Вот утром идёшь на работу, не умылся. Из-за того, что нет воды, в нескольких школах объявили короткий день. А некоторые детсады и вовсе не работали. Ну вот сейчас бегу, дочке в садик позвонили, воды нема. Чайка, чайку, умыться, чайка. Почти целый район остался без воды из-за аварии. Вчера лопнула магистральная труба. Чтобы найти место порыва и добраться до него, аварийчикам понадобился целый день. Треснула труба. Половина, 50% трубы. Снизу, вон, видно даже. Восемь я уже должен быть дома. Но я ещё здесь. В водоканале, говорят, такой масштабной аварии в городе не было давно. А виной всему – сильный мороз. Это перепады температуры. Тепло-холодно, тепло-холодно. Из-за перепадов температуры идёт подвижка грунта и треснула вода. Сегодня утром на сайте мэрии чиновники официально отчитались. Аварийные работы закончены и вода появится в ближайшие часы. Но даже к вечеру краны в большинстве квартир остаются сухими. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Запорожье. Десять лет тюрьмы грозит украинцам, которые напали на польских полицейских. Об этом сообщили в прокуратуре города Сжеж, где и произошёл этот инцидент. Напомню, ночью 23 февраля компания гастарбайтеров распивала алкоголь. На улице двое полицейских в штатном попросили предъявить документы. В ответ мужчины начали оскорблять правоохранителей и полезли в драку. Тогда полицейские открыли огонь. Пять нападавших получили ранения. Среди задержанных – семь украинцев и пять граждан Грузии и Молдовы. В Узгороде сожгли помещение общества венгерской культуры. За последний месяц это уже второе нападение. Никто не пострадал, но два кабинета сгорели полностью. Все подробности расскажет Марина Коваль. Чёрные стены, обгорелые бумаги, уничтоженные оргтехника и мебель. Это то, что осталось после ночного пожара в офисе общества венгерской культуры Закарпатия в Ужгороде. Полностью сгорели два кабинета на первом этаже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью мужчина с пакетом в руках подошёл к офису и положил на подоконник неизвестное устройство. Как только отошёл, раздался взрыв. Кто и почему устроил поджог в обществе венгерской культуры, не знают. Полиции немногословны, о версиях поджога не говорят. Офис закарпатских венгеров поджигает уже второй раз за месяц. В первом случае попытку предприняли трое граждан Польши, члены радикальной националистической организации «Фаланга». По информации пресс-секретаря, министра-координатора спецслужб Польши, подозреваемых уже задержали. Двоих взяли под стражу. О заказном внешнем следе в своём твиттере написал и министр иностранных дел Украины. Павел Климкин. МИД Украины осуждает поджог офиса венгров в Ужгороде. Мы однозначно засуджимы в использовании темы национальных меньшин как засыпь распаливания межнациональной вооруженной жизни. Украина в целом будет противодействовать всем спробам расхитать внутреннюю политическую ситуацию в державе, в том числе на грунте межнациональных отношений. На месте поджога побывал генеральный консул Венгрии в Ужгороде. Думаю, радикально настроенные группировки заинтересованы в том, чтобы в Закарпатье возникла такая же ситуация, как и на востоке Украины. Убеждён, что это не принесёт пользу ни Украине, ни Венгрии. В венгерском МИДе высказали обеспокоенность ситуации с поджогом офиса в Ужгороде. Просят украинские власти обеспечить безопасность венгерской общины на Закарпатье. Марина Коваль, Юрий Ковалёв, подробности телеканал Интер Ужгород. Въезд запрещен. В немецких городах могут ограничить поездки на старых дизельных машинах. Такое решение сегодня принял высший административный суд этой страны. Подробнее о вердикте и его последствиях расскажет Татьяна Лагунова. Чёрный вторник для владельцев дизельных автомобилей немецкого автопрома Высший административный суд Германии разрешил муниципальным властям запрещать въезд в города на дизельных машинах. Из экологических соображений запрет могут вводить, если содержание в воздухе, окиси азота сильно превышает норму. Вердикт немецкие автомобилисты ждали ещё на прошлой неделе, но судьи не смогли определиться и взяли отсрочку. И вот решение принято. Экологи празднуют победу, политики пытаются успокоить граждан. Мы довольны и счастливы. Мы смогли открыть дорогу к запрету дизельных авто в Германии. Что важно сказать? Речь идёт об отдельных городах, где нужно предпринять усилия, чтобы воздух стал чище. Но, конечно, речь не идёт о всей территории страны и всех владельцах дизельных авто. Что сегодняшнее решение суда означает на практике? Теперь власти городов имеют право, без консультации с правительством, запрещать передвижение на дизельных авто. Сами могут определять зону, свободную от дизеля. Это может быть центр, отдельные улицы, либо весь город. И тип машин, которым въезд запрещен. Скорее всего, это будут все авто, которые не соответствуют стандарту Евро-6. Таких машин на дорогах Германии 13 миллионов. Решение, конечно, правильное, потому что воздух грязный. Но его последствия могут быть катастрофическими. У меня две дизельные машины, и они уже существенно упали в цене. Ни сегодня, ни завтра это не произойдёт. Я слышал, что первые запреты могут ввести через несколько лет. И то в отдельных зонах. Это нормально. Прежде всего, подобный запрет грозит Штутгарту и Дюссельдорфу. Там экологи давно требуют этого от местных властей. Но задуматься стоит многим автовладельцам. По данным экспертов, содержание вредных веществ в воздухе превышает норму в 70 городах Германии. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. 700 миллионов гривен запланировано на лечение онкобольных в Украине. В бюджете на нынешний год это лишь треть необходимой суммы. Зачастую средств не хватает даже на содержание больниц. И всё чаще пациентам приходится покупать препараты за свой счёт. Не могут похвастаться больничные отделения комфортными условиями. Помогает благотворительный фонд возрождения. Кроме покупки медикаментов, их силами также оборудуют отделения. Сегодня в Николаевском областном онкодиспансере начали монтаж телевизоров. Все подробности в материале. Онкологический диспансер Николаевской области. Оголо 300 коек и пациенты со всего региона. Сегодня рабочие прокладывают в отделениях кабели, монтируют на стенах крепления. В ближайшие дни здесь установят современные телевизоры, которые будут транслировать спутниковое телевидение. Абсолютно в каждую палату мы установим по одному телевизору. В каждой палате огромное количество каналов и цифровое качество. То есть не налог никаких помех. Акцию по оснащению телевизорами украинских диспансеров проводит благотворительный фонд возрождения лично по инициативе Владимира Мунтяна. В этом Николаевском отделении установят 60 телевизоров. Мы благодарны фонду возрождения за то, что они нашли возможность предоставить нашим больным возможность близостного общения с миром. Получив телевизоры, мы просто будем улучшать настроение больных, отвлекать их от той проблемы, с которой они сюда приходят. Сейчас в каждом отделении в лучшем случае есть один телевизор на пациентов. Старенькие аппараты, как правило, размещаются в комнатах отдыха. И здесь не всегда хватает места для больных. А вот в отделении химиотерапии древний ламповый телевизор недавно вообще сломался. И люди остались без источника информации. Теперь этот пробел будет восполнен. Завотделением говорит позитив пациентам с такими диагнозами крайне важен. Терапия суточная, то есть они живут в отделении, находятся здесь. Люди из районов приезжают, потому что областной диспансер. Они здесь фактически живут жизнью, нуждаются в каких-то отвлекающих моментах, которые могут идти с телевидения. За 50% успеха – это успех самого пациента, его позитивный настрой, его эмоции. Акция в этом онкодиспансере не первая, говорят, в фонде. За прошлый год новые телевизоры установили в онкологических больницах по всем регионам. В том числе и в центрах радионуклидной терапии и диагностики, где пациенты по несколько недель находятся без контактов с внешним миром. Наша акция уже прошла практически по всей Украине, практически во всех онкодиспансерах. И количество этих телевизоров уже за 2000 заходит. Наш фонд очень много помогает и медикаментами, и закупаем столы операционные. Мы стараемся всегда поддержать, всегда быть ответом для людей, всегда быть ответом на нужды людей. Ежемесячно в фонде помогают пациентам и дорогостоящими препаратами для химиотерапии. Курируют несколько детских онкологических отделений. Сотрудничают и с более чем 50 больницами по всей стране, говорит Виктория. Помогают медикаментами и медицинским оборудованием. А остро нуждающимся пациентам и оплачивают операции. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Это все новости до сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин